Мы на выставке World Food 2022. Передо мной 5 аппетитно выглядящих баночек. А что это такое, расскажет Иван Кулапин, мой собеседник и сооснователь торговой марки Намаш Орех. Иван, здравствуйте. Расскажите скорее, что это такое. Добрый вечер. Мы приехали уже который раз на вашу замечательную выставку. Очень рады участвовать в ней, потому что много полезных, интересных контактов. И сегодня мы привезли сюда три наших основных направления. Это урбеч, который мы производим из семян и из орехов. Привезли две линейки арахисовых паст. Это наша традиционная линейка и линейка фан-серии, которая ориентирована больше на детей. Тут даже такие герои детские у нас нарисованы. Помимо паст с собой мы привезли нашу новинку. Это сахарозаменители натуральные, которые обладают нулевой калорийностью, нулевым гликемическим индексом. Отлично подходят как замена сахара абсолютно всем людям, в том числе диабетикам. Вот, например, такая баночка заменяет 5 килограмм сахара. Это полная линейка того, что вы производите? Нет, вообще у нас более 300 наименований продуктов, которые мы производим. Это большой ассортимент урбечей, достаточно немаленький ассортимент арахисовых паст, сахарозаменители и недавно ввели новую линейку суперфудов. На выставку мы ее не захватили, но в следующий раз обязательно привезем. Арахисовая паста урбеч – это все исторически история зарубежная или это можно где-то у нас произвести? Откуда сырье? Арахисовая паста, да, они к нам пришли из-за рубежа, потому что арахиса в России растет немного. Его когда-то давно при Советском Союзе пытались культивировать в Краснодарском крае, но все равно все сырье в основном идет из-за границы. В первую очередь это Бразилия и Аргентина. Конечно, есть на рынке арахис еще китайский, индийский, но китайский арахис, он невкусный, он как вата, соответственно, паста получается невкусная. Индийский арахис подвержен заболеваниям гриппом, то есть влажность очень высокая. Поэтому самый качественный, самый лучший арахис из Бразилии, который мы используем для наших паст. Ну а урбеч – это история чисто наша, дагестанская, наша, я имею в виду дагестанская. Пришел этот продукт оттуда. Горцы там очень давно производят пасту из семян льна, которую смешивают с медом и топленым сливочным маслом. Получается очень питательная, вкусная такая масса, которая питает организм полезными веществами и наполняет энергией. Ну и, соответственно, оттуда этот продукт пришел к нам, и сейчас урбечом называют все пасты из семян и орехов монокомпонентные. Но это такая история больше про здоровье, нежели про вкус. Он, конечно, вкусный, но подготовленный человек, который ни разу не пробовал урбеч, ему будет непонятен, непривычен, если в чистом виде кушать. Поэтому урбеч обязательно необходимо смешивать либо с медом, либо с сиропом топинамбура, в том числе, который мы тоже производим, продаем. Хорошо, если с сурбечем все понятно, не могу тогда не спросить про орех, который, оказывается, все-таки у нас в вашем случае бразильский. В последние, ну не знаю, полгода не было ли каких-то проблем, и как вы их преодолевали, я имею в виду с поставками? Да, начнем с того, что арахис это не орех. Вот даже так. Многие, да, заблуждаются. Арахис это бобовая культура, это, по сути, горох, либо фасоль. То есть ближе гораздо, нежели орехи. С поставками, да, были проблемы. До всем известных нам событий мы успели достаточно большую партию закупить на наш склад. И это нам позволило протянуть достаточно долгое время после того, как в феврале у нас ввели санкции, и поставки арахиса в Россию прекратились. Они были очень сложные, трудные, логистические пути были нарушены. Ну и на наших запасах, которые у нас были, мы смогли это время пережить. Сейчас ситуация, в принципе, нормализовалась, проблем с логистикой нету, цены как бы успокоились. В общем, работаем дальше. То есть вы, можно сказать, из своего локального кризиса вышли сейчас и абсолютно на штатный уровень? Да, да, да. То есть мы, в принципе, больших проблем не испытали. Отлично. Спасибо вам, Иван, с вашей продукцией. Спасибо за новое знание о том, что арахис, оказывается, это не орех. Будем знать. Все, спасибо вам и удачи. Спасибо, Иван.